Минувшие выходные из паркомплекса «Олимпийц» прошел полуфинал Кубка Украины по футзалу. Встречались наша команда КДС США «Олимп», играющая в первой лиге, и представитель высшей лиги «Ладомир» из Владимира Волынского, в настоящее время занимающая шестое место среди лучших команд Украины. Начало игры получилось весьма лихое. Прошло 25 секунд, и во второй атаке, со второй попытки, Микшун Виктория забивает гол, и Славучанки повели в счете 1-0. Видя, что ничего особенного не получается, тренер футбольного клуба «Ладомир» берет минутную паузу. И уж не знаю, что он там говорил и о чем они разговаривали, но в течение ближайших пяти минут у нашего рота залетело три мяча. И к девятой минуте Славучанки проигрывали 1-3. И вроде технически подкованные наши футболистки неплохо. И били, и выходили один на один. В пятнадцатой минуте футболистка «Ладомира» игру успокоили долгими перепасовками. И, успокоив наших футболисток, забили и четвертый гол. В перерыве наш тренер был спокоен. Пытался объяснить, что нужно думать и просчитывать ходы заранее и быстро. «Много передач у вас предсказуемые», – говорил он девчонкам. «Это помогает им перехватывать мяч. Нужно все постоянно делать чуть-чуть быстрее. И нужно настроиться на победу». Еще нам показалось, что смена игроков четверками была неоправданна. Видимо, наш тренер это тоже понял и во втором тайме менял по одному-два игрока. На двадцать второй минуте игры Лиза Кузнецова забивает второй мяч. И счет становится уже не таким разгромным. Два-четыре. Лебодрили сидит наши болельщики. Буквально через одну минуту еще один удар с разворота у Лизы, но спасает вратарь. И игра снова проходит во взаимных атаках. В тридцатой минуте наши футболистки активизируются. Лиза Кузнецова Но на тридцать пятой минуте мы получили гол. Проходит еще две минуты и снова удачная атака. И счет становится уже 3-5. Через две минуты мы пробиваем штрафной с 10 метров. Но удар мимо ворот. И на последней минуте наши футболистки пропускают еще один гол. Счет 3-6. Игра сложилась тяжело для обеих команд. И у Ладомира, несмотря на то, что и опыта побольше, а вот сил практически к концу игры уже не хватало. Я вам, как всегда сказал, это проблема досвиду, проблема игровой практики. Потому что если первые лиговые команды, как правило, играют в два кола, а потом в финальные игры, то кубок, когда мы играем, то тут команды высшей лиги, у них уже больше игровой практики. Это, по-перше. По-друге, есть такое понимание, когда, ну, скажем, у нас професиональных команд, каких-то их нет, но есть такие команды, умовно говоря, которые принимают участь. Ну, не знаю, как вам так вирно сказать. Скажем так, у них больше досвиду. То есть команда Ладомир, они играют в высшей лизе с великого футболу. То есть у них очень много игровой практики. И очень много взаимодействий. То есть, если у них практически календарная игра идёт каждого тижня и зимой, и литом, то есть они очень чувствуют один одного. И нашим девчатам, как вы видите, не хватало буквально там пол-пів секунды для того, чтобы принять решение. То есть, если компенсировать эти пол-секунды, я думаю, возможно, результат был бы другой. То есть, я не скажу, что мы там прямо програли. То есть, да, мы програли с рахунком, но рахунок мог бы быть, скажем, и, скажем, иначе. В первой лизе мы не програли за весь сезон, не програли жодної игры, так, как и в кубке. То есть, по-суті, это первая игра, которую мы програли за весь сезон, за весь. Тому, я думаю, это такой холодный душ, особенно после первого тайма, был для девчат. И в другом тайме уже, вы видели, то есть, они трошки взбодрились, но, опять же, не хватило того же самого игрового досвяда, игрового практики. И коллектив у нас, скажем, трошки, такий, скажем, складается из более старших и молодших. И вот этот разрыв в веке, он тоже сказывается. То есть, если команда Ладомира, она больше ревна, такая команда в вековой категорії, то у нас этот разрыв, он всказывается. Шансы минимальные есть? Ну, шансы завжди есть. Я говорю, непобедимых команд не существует. Единый момент – это настроение, то есть, как девчата настроятся. Тому, повторю, мы еще, ну, скажем, тих, кто трошки, возможно, постарше, они больше были настроены, у них уже больше было, скажем, кто помладше, то есть, школьники, школяри наши, у них уже уже таки меньше настроек, иногда они не понимали, как бы, само игри, схемы игры. Когда добавлялся темп, они втрачали концентрацию. Ну что ж, остается нашим поздористкам пожелать удачи 10 мая в ответной игре.